Братья-месяцы Программа о названиях, приметах и преданиях 2 января По одному из древних календарей у славян в этот период – День Великого Покоя, по народному месяцу слову – Игнатий. В этот день христиане чтут память Игнатия Богоносца, епископа Антиохийского, ученика Иоанна Богослова, пострадал во времена правления императора Трояна, II век. Согласно древнему обычаю, в этот день кланялись родному дому, тем самым воздавая почести тому месту, где человек родился и вырос. Издревле дом считался символом семьи, своеобразным хранителем традиции рода. Служили в этот день молебны, а потом совершали вокруг села крестный ход, чтобы в наступающем году не было пожаров, неурожаев и других несчастей. Женщинам нужно было подготовить дом к Рождеству, 7 января, вымыть пол, почистить да подкрасить, что надо. Молодежь же вовсю готовилась к святкам. Формировались рождественские ватаги для веселых календований. А все вместе изготавливали различное праздничное снаряжение – дедух, паучки, ежики, а также учили тексты рождественских калядок. Эта дата считалась и яблочным днем. Полагалось очищать яблони от иния и снега, чтобы урожай был богатым. Считалось, что погода в этот день предсказывает погоду августа месяца, когда созревают яблоки. А по народным приметам, человек, родившийся в Игнатьев день, будет всю жизнь привязан к дому и семье. Ходить в гости и общаться с родственниками в этот день считается хорошим делом для всех. Еще этот день носит название «Вещий праздник 12 старцев». В некоторых областях Руси с 1 по 6 января проходят Велесовые дни – Волосовые дни. Моления Велесу начинались с Нового года и продолжались все 6 дней января. В это время проводились новогодние обряды, в которых участвовали 12 старцев, одетых в звериные и скотские маски и обвешанные по поясу коровьими бубенцами-баталами. Эти старцы – сурвакары, иногда их именовали медведями, сходились в ночь под Новый год из разных деревень в одну и начинали свое длительное и многообразное действо, состоящее из заклинательных обрядов и сражения двух групп ряженых. Среди масок есть маски медведя и быка. 2 же января проводили особый Воловий праздник, когда прежние сурвакары и калятники очищали стойла и хлевы. Суть этого дня остается неизменной и заключается в наведении порядка в домах, стойлах, хлевах. Наведение порядка отчасти связано и с новогодними гуляниями, но сакральной основой Дня 12 старцев является именно само время – 2 января, просеница, ибо, как гласит народная традиция, чистота – залог здоровья, а в этот день еще и на весь год. Вечер этого дня, так же, как и ворожная ночь непосредственно на Новый год, является прекрасным временем для новогодних гаданий, калядований, особенно для тех, у кого не получилось заняться ими в новогоднюю ночь. В этот день примечали. Если иней на деревьях, жди ясной погоды. Ночью небо освещает множество звезд, год будет урожайным. Синицы начали громко щебетать, ближайшие ночи будут холодными. Если же слякоть или другое ненастье наступило, то и август будет пасмурным и дождливым. Если солнце ярко светит и стоит мороз, то и в августе солнышко будет людей баловать и жаром обдавать. А по одному из древних календарей у славян в этот период – день великого покоя. Когда все люди славянского мира собираются в родах своих и вспоминают о том, что бог Перун поведал потаенную мудрость жрецам и старейшинам родов расы великой, когда пребывал на Медгард-земле. Сказывал им о том, как подготовиться к темным, тяжелым временам, когда рукав нашей свастичной галактики будет проходить через пространство под властной силам темных миров пекла, о том, как лестью и хитростью заманивали людей из родов великой расы к себе в полон темные силы. А если лестью и хитростью не помогало, то похищали людей, чтобы в своем пекельном мире обратить их всех в покорных рабов и не дать возможности духовно развиваться и продвигаться по золотому пути, как это было установлено богом Сварагом. Будьте сильны духом и чисты с совестью, славяне! Братья-месяцы Братья-месяцы Продолжение следует...